Сегодня Православная Церковь отмечает День Николая Чудотворца. Праздник имеет множество других названий – Никола Летний, Вешний, Никола Степлом и Травный день. На севере Николай Угодник стал одним из самых почитаемых святых. Он считается покровителем детей, влюбленных пар, солдат, купцов, торговцев и мореплавателей. С праздником связано немало обычаев и обрядов. Что же, согласно традициям, нужно сделать в этот день, расскажет Екатерина Дементьева. В народно-христианском календаре есть два праздника, которые называют Николиным днём. Один из них, Никола Зимний, отмечается 19 декабря, в День смерти святого. Второй праздник Никола Вешний или Никола Летний отмечается 22 мая в память о перенесении мощей святителя Николая из Мирликийских в Баре в 1087 году, находящийся в Италии. Французский путешественник Делла Мартиньер посетил северные наши земли. И он был поражен тем, что в каждом доме был образ Николая Чудотворца. И поэтому николаистами просто прозвал всех, кто проживает на севере. И вот это закрепилось в западных странах. И это стало нарицательным таким. То есть николаистами стали называть русских людей, тех, кто живет на севере. Православные очень ждали этот день и старались соблюдать традиции. Утром ходили в церковь, после чего топили баню, ведь считалось, что вода в этот день обладает целебными свойствами. Например, чтобы быть счастливым весь год, устраивали ритуальные обеды. Обязательно надо было накормить бедных, коллег и бродяг. Только после этого устраивали большой обед для своих родных. Хозяйки с самого утра принимались за генеральную уборку дома и приусадебной территории. Николай Чудотворец является покровителем влюбленных пар. Поэтому молодые девушки на заре 22 мая молились святителю о том, чтобы он даровал им встречу со второй половинкой. Незамужние девчата просили, чтобы Николай послал им хорошего мужа – щедрого, красивого, работящего, смелого и доброго. Николая Угодника особо чтят моряки, поскольку, согласно легенде, святой сумел усмирить своей молитвой бурное море. Никола Вешний как раз его почитали как морского бога у нас на севере. И поморы, и печорцы, потому что именно 22 мая, если повезет уже, что вскроется печора, начиналась навигация. Выходили на судах морских и никогда ничего не боялись, поскольку знали, что у них такой заступник есть, как Николай. Его икону либо ставили в нос, либо на ушку их ходили, по рекам, на кочах, на больших судах ходили. И либо вырезали, были резные иконы. Кроме того, святой оберегал и животных. В ночь на 22 мая все владельцы лошадей и овец выгоняли свою скотину в поле, ее досыто кормили. Затем по периметру большого поля разжигались костры, а после начиналось настоящее гулянье с плясками, песнями и веселыми играми.